Друзья, всем привет! Сегодня покажу, что можно сделать из обыкновенных шайб Гровера. В моем случае это шайбы Гровера для винта М4, но, естественно, вы можете использовать как больший диаметр, так и меньший. Единственное, что могу отметить, точнее, что нужно обязательно отметить, я рекомендую использовать шайбы Гровера именно советского производства. Почему? Да все просто! Китайское гамнище, что продается, сделано из какого-то пластилинчастого металла. Это же нормальная сталь, каленая и, соответственно, обладает гораздо более высокой прочностью, износостойкостью и прочими положительными свойствами. Разводим шайбу Гровера. Сильно далеко не отвожу, поскольку есть риск, что она просто треснет. Сталь ведь каленая. Если вы используете китайские шайбы Гровера, то, я думаю, им ничего не будет. Хоть как их не разводи. Но пластилин, он и есть пластилин. В нашем случае советская добротная вещь. И еще одну. Продеваем шайбу в шайбу. Оп. Вот таким образом. Сводим концы вместе. Воружившись пинцетом и ухватившись им за шайбу, наносим немного на место стыка ортофосфорной кислоты. Для пайки черных и цветных металлов используется, если кто не знает. Ну и обыкновенным паяльником паяем. Для того, чтобы припой более равномерно растекся по месту пайки, прогреваю еще и горилочкой. Субтитры создавал DimaTorzok После примерно двух часов работы получились, точнее, две вот такие вот цепи. Прикручиваю медную проволоку. Небольшой отрезок. С одной стороны. И, разумеется, с обратной стороны. Деревяшка. И фиксируем нашу цепь. Делаю в натяжечку. Готово. Прохожу с надфилем. Таким образом мы удалим излишки припоя. Я думаю, все понятно. Обработать надфилем необходимо с четырех сторон. То бишь, в таком направлении. Потом перевернем в еще одном. Ну и так несколько раз. После обработки надпильником обрабатываем наждачной бумагой. Разной зернистостью. Имеется вот такая вот декоративная штука. Блин, а сейчас, секунду. Смотрю новости. Уже козлы землю хотят продать. Ну что за страна. В общем, наша задача припаять сюда вот такой вот шайбу Гровера. Интересно догадаетесь ли вы, от чего эта деталь. Пишите в комментариях. Будем дискутировать. Вот такая деталь получилась. Да, кстати. Я еще сплел еще одну цепочку уже из шайб Гровера М3. Сейчас мы сюда ее прицепим. Немного отполируем. А может и много посмотрим. Результат перед вами. Я сильно не полировал, ибо в моем случае в этом нет необходимости. Прикольно. Достаточно. Разумеется, шайбы Гровера могут быть другого размера. И цепь может получиться шо на корову. Нечто вроде кулончика. Все, можно идти в ювелиры. Запросто. Запросто. Благодарю за поддержку. Жмите лайки. Пишите комментарии. Пока.